Дорогие друзья, шалом алейхем! В нашей главе недели Ваякелп Кудей мы читаем в Тору о одежде священников. И очень много уделяется это место в Торе, говорится об этом очень много. И нас это удивляет, почему одежда важна. Говорится про одежду священников больше, чем говорится в Торе про создание мира. Про 10 заповедей, все подробности, все детали. Говорится, что если священник оделся не так, как положено на 100%, как указано в Торе, это очень грубое нарушение, он очень сильно наказан за это. Это оскорбление храма и имя Всевышнего. Главное же человек, что он был порядочный, что он был богобоязный, что он уважал людей, что он был грамотный. Почему уделяется, сколько внимания одежда? Но причина, потому что в нашем физическом мире одежда на самом деле влияет на человека, на его внутреннее состояние, на то, кто мы, на наши сущности. Есть душа человека, но он становится таким, как он одевается. Мы же видим, что человек, который одевается как серьезный человек, как важный человек, со временем он будет так себе вести. Человек, который одевается как бомж, станет бомжем. Человек, который одевается как милиционер, как полицейский, понимает, что он должен вести себе так, как полицейский ведет себе. Раввин, который одевается себе, одевается как раввин, понимает, что ему надо вести себя, как раввинам. Получается, что оно на самом деле очень сильно влияет так, как мы ведем себя и такими мы становимся. Поэтому уделяется очень серьезное внимание одежда, для того, что священники могли служить в храм как положено. Получается, одежда это не только для людей, которые смотрят на человека, это для самого человека. Таким он становится, так как он одевается. Женщина писала в луравлической Рэбе письмо, что у нее депрессия. Она грустная. Рэбе ей ответил, что мысли, слова и действия человека это одежда. Почему это читается одежда? Потому что мы можем их менять. Все, что меняется, оно подобная одежда. Мы можем менять мысли. Мы можем думать о весоле вещи. Мы можем менять слова, говорить только про весолого. И вести себя, как весолый человек. Рэбе ей говорит, начинай думать, что мысли были только весоле и оптимистичны и радостны. Говори только про весоле вещей. И веди себя, как весолый человек. И со временем, если ты сможешь поменять одежда, и что мысли, слова и действия были весолыми и радостны, оно повлияет на внутреннее состояние и на душа. Это нелегко вначале. Приходят тяжелые мысли. И в результате нам тяжело. У нас депрессия, мы грустные. Но мы можем их менять. Когда приходят эти мысли, мы можем говорить себе, я об этом не буду думать. Я их меняю. Точно как мы меняем одежда, мы можем менять мысли. Мысли – это одежда для душа. Когда мы говорим, говорить только про весолые вопросы. То, что нас радует. Вести себя, как весолыми людьми. Со временем оно влияет и меняет наше внутреннее состояние и наши сущности. Вот такой совет дал Рэбе. Это урок нашей главы недели. Насколько одежда важна, влияет на нас. И то, что говорится об этом в Торе, очень подробности. Это потому, что это связано с нашей жизнью. Так как мы ощущаем себя. И так как мы относимся к себе. Зайди зонт. Агудн шаббас.